Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Разбор полетов». Компания «Служба защиты призывников» помогает совершенно законно получить военный билет либо отсрочку от армии. Также мы помогаем в любых спорах с военкоматами, все что касается военного права. Добрый день, в эфире программа «Разбор полетов» в студии Евгения Скорозникова. Больше трех тысяч южноуральцев эта осенью отправятся служить в армию. Новобранцы уже пополняют военные части страны. В областном военкомате отмечают, что уклонистов становится меньше. Так, весной, например, этого года их было всего 70 человек. Какие перемены произошли в призывной компании? Кто сейчас выбирает альтернативную службу? И в каком случае можно обжаловать решение призывной комиссии? Об этом мы говорим сегодня. Представляю гостей в студии. Алексей Унгуриан, директор юридической компании «Служба защиты призывников». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Аскарова, медицинский консультант юридической компании «Служба защиты призывников». Юлия, добрый день. Добрый день. Алексей, давайте начнем с вопроса. Вот сейчас призывная компания, она очень активно началась в регионе. С 1 октября и до конца декабря она продлится. Уже первые партии отправляются в военные части новобранцев. А вот если не пришла повестка, должен ли молодой человек куда-то идти, что-то там бегать, суетиться? Ну, здесь есть несколько моментов. По закону воинской обязанности, молодой человек, призывник, должен являться в военкомат только по врученной ему под подпись повестки. Под подпись. Да, именно под подпись лично ему вручили, тогда он должен явиться в военкомат. Но, с другой стороны, если у нас призывник понимает, что отсрочки у него на текущий момент нет, например, он нигде не учится, по здоровью на отсрочку не получал, но повестка ему по каким-то причинам не приходила, то лучше, конечно, в военкомате уточнить, сходить туда и узнать, что вообще должен ли в текущий момент он там появиться или нет. Потому что, если его даже вот так вот забыли, повестку ему не вручили, отсрочки у него законные и предоставленные ему не было, то в дальнейшем у него могут просто быть проблемы. Радоваться этому не стоит, да? Радоваться не стоит, лучше уточнить и узнать, должна ли быть у него повестка или всё-таки по каким-то причинам нет. А если вот не подошёл ответственный человек, но не пришла, и у него там нет желания идти служить, есть такая категория людей, она была, наверное, будет, вот какое наказание его ждёт за то, что он не подсуетился, понадеялся? Ну, здесь, скажем так, незнание закона же у нас не освобождает от ответственности, поэтому мы настоятельно рекомендуем призывникам всё-таки узнать свои права и обязанности перед походом в военкоматы, и, в принципе, с того момента, когда он получил статус призывника, то есть с 18 лет, лучше бы знать, какие обязанности ему надо выполнять. В частности, есть такие моменты, по которым надо сообщать в военкомат, даже если повестка ему, человеку, не приходила. Например, у человека изменилось образование, он должен двухнедельный срок прийти в военкомат и об этом сообщить. Или у него изменилось семейное положение. То есть есть несколько вот таких моментов, когда человек должен сам явиться в военкомат и сообщить о том, что у него статус изменился. Смена местожительства относится к этим позициям? Да, смена местожительства, несомненно, относится. Даже если это будет в рамках одного района, например, человек в соседний дом переехал, он тогда должен в свой военкомат прийти, сообщить, и всё. Если же человек в другое муниципальное образование переехал, то, значит, ему надо будет встать на учёт в новом военкомате, то есть по новому месту жительства. А вот если же у нас призывник подойдёт к этому неответственно, в военкомате не появится, хотя должен был появиться, то позже он может просто военный билет не получить и получить справку о том, что он не служил, не имея законных оснований. Попозже мы поговорим об этом подробнее, чем это грозит человеку получить справку, молодому человеку. Юля, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как-то те списки патологий, по которым служба в армии закрыта для человека, они со временем меняются, или как было много лет назад принято, так и остаются основные эти заболевания? Ну, мы сейчас говорим о положении военно-врачебной экспертизы, которые были прописаны давно, туда вносятся только лишь изменения, потому что основные патологии, с которыми, в принципе, не берут на военную службу, они не меняются, вносятся лишь изменения. Я не могу проговорить, напомнить нашим. Основные патологии, с которыми они берут. Но это касается в основном сердечно-сосудистой системы, это касается гастроэнтерологической системы, это касается мочеполовой системы, то есть я говорю так в общем. Алексей, а вот службу защиты призывников, с какими вопросами чаще всего обращаются, и кто это, сами призывники или их родители? Ну, знаете, обращаются и сами призывники, и родители, причём бывают по отдельности, когда-то приходят призывники без родителей, и когда-то родители без призывников, потому что переживают за состояние сына. Что хотят узнать, с какими вопросами приходят? Хотят, как правило, всё-таки узнать свои права, то есть часто человек приходит, у него есть какие-то проблемы со здоровьем, и он хотел бы понять для себя, вот с этим он может рассчитывать, на срочку он, например, от армии, от службы в армии, или всё-таки он точно годен будет с этим заболеванием. Ну и плюс узнать, как вообще в военкомате проходит вся процедура, на что ему рассчитывать, какие у него есть права. Вот расскажите нам, вот так тезис на призывную кампанию, какие у нас перемены в ближайшее время ждут, или вот уже недавно произошли, как они влияют на призывников? Ну вот есть позитивное нововведение, которое наступит в силу с 1 января 2017 года, то, что теперь у нас учащиеся в среднеспециальных профессиональных учебных заведений смогут учиться там до окончания учебной программы. А раньше они могли учиться только до исполнения 20 лет. То есть, например, 20 лет исполнилось, человек заканчивает, например, третий курс, то тогда на четвёртый курс он не идёт, он идёт в армию, только после этого он может закончить учебные заведения. Теперь же смогут спокойно закончить и после этого пойти в армию. Важно. То есть это вот такой позитивный момент. Но есть и негативные некоторые изменения, которые уже произошли у нас некоторое время назад. Вот, в частности, если раньше человек мог до 27 лет не появиться в военкомате и после этого получить спокойно военный билет. Ну, если, например, ему повестка не приходила, или он где-то нигде не расписывался, и вот в итоге вышел в военкомат, ему выдали военный билет. То теперь это невозможно, потому что с 1 января 2014 года у нас теперь выдают справки тем, кто не служил и не имея законных оснований. И вот на текущий момент справок выдают очень большое количество, потому что люди не задумываются, многие, о том, что нарушают они свои обязанности или не нарушают. И в итоге вот малейшая какая-то неточность, например, человек, как я уже говорил, должен был сообщить, например, о переезде своём, не сообщил, а потом не получил повестку в следствии этого, он уже вполне вероятно получит именно справку, а не военный билет. Ну, давайте поговорим. Ну, а молодому человеку в чём принципиальная разница, получить справку или военный билет? Чем это ему потом чревато? Со справками вот на текущий момент не так много, я бы сказал, ограничений, но они есть. В первую очередь, ну, и такое принципиальное ограничение, человек не сможет работать в государственных организациях. То есть в организациях, где выплаты за счёт бюджета производятся, там он работать не сможет. То есть если человек уже работает в такой организации, то он должен быть оттуда уволен, соответственно. И так как никто же не знает, куда в итоге жизнь занесёт, поэтому лучше всё-таки побеспокоиться. То есть эта справка может подпортить карьеру, существующую или будущую? Однозначно может подпортить. К тому же мы не знаем, какие новые нововведения ещё будут, так как у нас стараются повышать престиж службы. И вот в отношении уклонистов всё больше и больше ограничений может быть, ну, не исключено. Юлия, подскажите, а вот в постановлении о военно-врачебной экспертизе тоже что-то там поменялось? Да. Вот чего они коснулись? Здесь вносятся некоторые изменения. Допустим, вот 19 июня 2016 года действует поправка к постановлению правительства Российской Федерации за номером 698. В неё были внесены изменения положения военно-врачебной экспертизы, на основании которой определяют категорию годности призывников к военной службе. И вот мы, когда в ней попытались разобраться, выяснилось, что в пункте 15 положения военно-врачебной экспертизы, касающиеся медицинского свидетельствования призывников, теперь предусмотрено повторное свидетельствование врачом-психиатром в случае выявления призывника по результатам его профессионального психологического отбора так называемого девиантного поведения. Что такое девиантное поведение? Девиантное поведение — это отклонение, скажем так, от самых важных социальных норм. Это когда его поведение наносит ущерб не только самому, самой личности, но и окружающим его людям. При собеседовании, когда врач-психиатр, который входит в состав военно-врачебной комиссии, проводит собеседование и тестирует призывника, только при непредвзятом отношении к этому призывнику, к этому гражданину можно вынести объективное какое-то суждение. Ну а мы знаем, что не так далеко в годы советской власти у нас уже были такие случаи, когда у нас с помощью именно психиатрической службы боролись, была такая тихая борьба с неугодными, с неудобными людьми. Не хотелось бы такой преемственности в данном случае. И поэтому данная поправка, она, конечно, хороша именно в том случае, что много, конечно, призывников призывается с какими-то заболеваниями, в частности, вот психологический статус, да, и которым могут совершить какие-то преступления уже в воинской части. Но в то же самое время, если, допустим, данный врач-психиатр имеет какую-то свою профдефект какой-то, да, вот он какой-то предвзятостью относится к данному призывнику, то он может его отправить на повторное психологическое освидетельствование, и это не очень хорошо может закончиться для данного призывника. То есть ему может в дальнейшем испортиться не только жизнь, да, социальный его статус. Да, то есть мне кажется, надо заострить на это внимание, что радоваться-то этим переменам не стоит тем, кто не горит желанием идти в службу в армию, потому что если он захочет закосить там под девиантного персонажа, то есть он может получить реальный диагноз, который ему потом в жизни будет мешать. Да, просто этот человек, он не сможет не устроиться ни на хорошую работу, он не сможет получить права, он не сможет зарегистрировать брак нормально. То есть у него во всех смыслах ограничения его социального статуса происходят, и поэтому, конечно, радоваться этому не приходится. Но с другой стороны, есть и плюс-то нововведение, чтобы обезопасить вообще и сделать нашу военную службу безопасной, какая-то более комфортная обстановка, чтобы там была, чтобы люди с какими-то действительно реальными нарушениями в психике туда не попадали просто. Конечно, это очень важный момент. Есть ли у призывников возможность обжаловать решение призывной комиссии? Может быть, поменять род войск или отменить, осрочить службу? Несомненно, обжаловать призывник может любое решение призывной комиссии, если он с ним не согласен. Например, человек считает, что у него есть какое-то заболевание, или, может быть, какие-то другие причины, по которым он или служить не должен, или, наоборот, должен был служить, и они ему предоставили отсрочку. То он может обжаловать решение призывной комиссии, либо вышестоящей призывной комиссии, вот в нашем случае это в областной призывной комиссии Челябинской области. Либо он может обжаловать решение призывной комиссии в суде. То есть, ну, в принципе, можно сразу в суде, или тут тоже зависит от лишения призывника. Но и там, конечно, каждый случай индивидуален. Главное, в трёхмесячный срок с момента вынесения решения призывной комиссии произвести это обжалование, если человек с ним не согласен. Если у человека есть какое-то заболевание, и вроде бы, может быть, какой-то там пограничный диагноз, что вроде и можно пойти, а можно и не пойти, как вот в этом случае поступать? Человек имеет право доказать, что он не может служить по объективным причинам? Допустим, вот ему вынесли... Какие-то обследования ему нужно пройти, предоставить. Решение, да, что он, допустим, годен, но ограничен, например. И он не согласился с этим решением. И тогда военно-врачебная комиссия, она назначает данному призывнику какие-то дополнительные обследования, и в случае подтверждения диагноза, конечно же, может вынестись решение, что он негоден. Но как мы знаем, что любые заболевания, они имеют такую тенденцию, как обостряться или затухать в какой-то момент. И это зависит от очень многих факторов. То есть, например, если у человека нет в данный момент стрессовой ситуации, то дополнительное обследование может и не показать. Поэтому очень внимательно нужно относиться к жалобам призывника и обследовать его до конца, чтобы у нас призывник не пошёл в таком состоянии, где именно в стрессовой ситуации, а мы знаем, что в воинской части это стрессовая ситуация, у него не появилось заболевание, и он не стал инвалидом до конца своих дней. Очень поэтому внимательно, конечно, нужно в любом случае обследовать призывника. Но вот и тех молодых людей, которые очень хотят служить в армии, ведь такой категории тоже много, и скрывают даже, да? Я знаю, что если скрывают свои заболевания, их нужно предостеречь. Вот вы как специалисты делаете это? Ну, конечно же, обязательно, потому что иногда недооценивает сам призывник в силу своего молодого возраста и в силу своего максимализма, он недооценивает тот стресс и те физические нагрузки, которые его могут ожидать, когда он пойдёт служить. И поэтому, естественно, для того и существует наша помощь, чтобы разъяснить молодому человеку, что его может ожидать, с чем он может столкнуться и как это может сказаться на его неполноценном состоянии здоровья. Алексей, скажите, вот сейчас существует практика, что родители призывника оформляют на себя доверенность нотариальную, чтобы представлять его интересы. Почему это вот такая практика возникла и для чего это нужно, не нужно делать? Ну, вы знаете, наверное, не сказать, что это прямо сейчас широкая практика какая-то, но мы бы советовали это делать. Потому что если вдруг в части уже, то есть ушёл призывник служить, он служит, и там возникают какие-то проблемы, то при наличии доверенности родители могут как-то вмешаться в это. Например, обратиться в прокуратуру самостоятельно, в военную. Могут именно родители, а не призывник. А им это сделать гораздо проще. И в некоторых случаях это было бы полезно. То есть цена вопроса, она не так высока, оформить нотариальную доверенность. Польза в каком-то случае может быть прям очень существенной. Поэтому мы бы советовали это делать. То есть правильно понимаешь, что сам человек, когда он находится в армии, он вообще там настолько локализован, что он может не выйти там, не что-то сделать, не если в случае чего пожаловаться. А здесь такая сторонняя помощь у него будет. Он там может пожаловаться. Установлен порядок, он может своему командиру, во-первых, пожаловаться. Он может обратиться за медицинской помощью в госпиталь. Также он может обратиться и в военную прокуратуру в том числе. Но мы же знаем, что это не всегда доступно просто. А извне помочь проще. То есть если какая-то ситуация возникла. Подстраховка такая. Подстраховка, да, именно как подстраховка. Юля, подскажите, а как у нас со здоровьем призывников? Вот военно-врачебная комиссия, вот председатель комиссариата Челябинской области отмечал, что сейчас очень много молодых людей. Так, с гипертонией и аритмией действительно сейчас вот так вот обстоят дела? Вы знаете, хотелось бы отметить, что это касается не только призывников. Это вообще складывается такая тенденция, что такие, казалось бы, заболевания, как гипертоническая болезнь, аритмия, экстрасистолея, они в основном диагностировались у людей пожилого возраста. А сейчас эти заболевания вносят такой характер, что молодеют, можно так сказать. Но это касается не только призывников, это вообще, в принципе, складывается такая тенденция. Потому что сейчас это не секрет, что у нас молодёжь подвержена многочисленным стрессом, так как у нас учёба сейчас такая стала требовательная. Очень много олимпиад. Ходим, мы с ними сейчас в основном за компьютером и так далее. Поэтому, естественно, это очень логично, что молодые люди стали больше болеть теми нозологиями, которыми болели раньше пожилые люди в основном. Вот я нашла информацию, что людей годных к военнослужбе по состоянию здоровья у нас осталось 64%. Есть даже у нас самые здоровые районы. Это, например, Гаповский, Ногайбакский, Саткинский муниципальные районы. Есть, например, вот в Кусинском, Пластовском муниципальном район, это в Миасе и Треугорном, болен каждый второй, что даже по районам очень отличается состояние здоровья. Наверное, можно отметить, что это и от экологии, и от какой-то зависит и от образа жизни людей. Лисе, давайте напомним, а по каким причинам сейчас можно получить отсрочку? Ну, в первую очередь, это состояние здоровья. То есть, если у вас есть проблемы, и они подходят под положение военной врачебной экспертизы, то, значит, отсрочку обязаны будут предоставить. Второй момент. Если человек обучается где-то, например, в среднеспециальном учебном заведении или в ВУЗе, обязательно только на дневном отделении, то он также может получить отсрочку. Там есть ряд нюансов, но в целом по учёбе это очень распространённые отсрочки. И есть ещё социальные отсрочки, например, по уходу за близкими родственниками. Мать, отец, брат, сестра. Семейные какие-то обстоятельства. Да, семейные. Если говорить про альтернативную службу, насколько популярна она у нас? Ну, не особо популярна. То есть, если у нас на военную службу призывается в год около 300 тысяч человек в последние годы, то на альтернативную службу — это порядка тысячи человек. Должно напомнить, что это такой вид трудовой деятельности, который заменяет службу в армии, но он там дольше и... Он дольше, и плюс там такие специальности, на которые, видимо, спрос понижен. И поэтому у нас за счёт альтернативной службы докомплектуют, например, госпитали различные. Специальностей много. Но это тяжёлая работа. И люди туда не особо рвутся. Ещё нужно доказать, что ты... Ещё надо привести доводы, по каким причинам человек... Убеждения вероставили. Убеждения какие-то, что он не может служить в военных силах, а должен именно пройти гражданскую альтернативную службу. Алексей, наверное, последний вопрос к вам. Какое наказание ждёт у колонистов? Штрафы? Какие они? Опять же, смотря, кто такой... Кто уклонист? То есть, во-первых, это вплоть до уголовной ответственности. То есть, если человека признают именно уклонистом суд, то это 328-я статья Уголовного кодекса. И это может быть штраф до 200 тысяч или до двух лет лишения свободы. Чаще, конечно, наказание мягче. Но это будет не легче, наверное, если конкретно вот кого-то, человеку будет это не проще, если именно его судят за это. Поэтому надо быть внимательным, конечно. Спасибо вам большое за ваше мнение, за информацию. Она сейчас очень актуальна для многих наших южноуральских семей. Это была программа «Разбор полётов». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова